В эфире Вести интервью. Здравствуйте. О сегодняшнем дне и перспективах горнодобывающей отрасли в крае. Накануне Дня геолога мы поговорим с начальником управления недропользования Министерства природных ресурсов Хабаровского края Николаем Ищуковым. Николай Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня представляет собой горнодобывающая отрасль Хабаровского края? Горнодобывающая отрасль Хабаровского края представляет собой 18 предприятий, которые добывают драгоценные металлы, золото, платину, серебро. Два предприятия у нас добывают олово и медь, одно предприятие уголь. И около 40 предприятий добывают общераспространенные полезные ископаемые, это стройматериалы. Вот в принципе, вот. Ну если, так сказать, более глубже, то скажем, что добыча золота у нас есть и рудного, и рассыпного, и рудного золота у нас 77% доля составляет. А если анализировать прошлый год, то каких результатов удалось добиться? Значит, в прошлом году в крае за последние 7 лет добыт рекордный уровень добычи золота. Это чуть больше 18 тонн. То есть мы выросли, по сравнению с 2011 годом, на 3 тонны. Уровень платины, он практически сохранился. Вот. Ну, олово мы добываем, единственный регион, где мы добываем до олова. 280 тонн в прошлом году добытого олова. Ну а что сегодня является перспективным направлением? Ну, исходя из конъюнктуры, так сказать, на мировых рынках и ценовой составляющей, конечно, перспективными являются сейчас золото, платина. Ну, неплохая конъюнктура на олово и медь. Ну и уголь. Вот эти составляющие, они сейчас, в принципе, самые-таки более-менее привлекательные. А какие крупные месторождения требуют сегодня больших инвестиций? Значит, что касается, вы имеете в строительство... Крупные месторождения какие? ...посвоения, да? Конечно. Значит, ну, в принципе, в этом году у нас заканчивается строительство горно-потинокомбината на месторождении Белогора в Николаевском районе. Вот. В дальнейшем перспективы, ближайшие до 2018 года, планируется построить комбинаты на месторождении Светлое и Кутын. Это в районе Тугору-Чемпианском районе и Яхотском районе компания Полиметалл. Вот это основные инвестиции в золото пойдут туда, да? Что касается цветных металлов, значит, инвесторам принято решение о строительстве нового оборотительного комбината на право-руминском месторождении в Верхнебуринском районе, который будет выпускать до 3000 тонн олового в концентрате. Это вот самый крупный ближайший объект по олову. Ну, а следующий по олову это Соболино месторождение в Солнечном районе. Лицезию в прошлом году в декабре месяце получила московская компания, забайкальская горно-рудная компания. Это вот самые крупные такие вот проекты, которые в ближайшее время... Что касается, допустим, георазведка, георазведки, значит, в принципе, еще можно назвать один объект, который довольно перспективный на меди и золото. Это в Ланайском районе, Малмырское рудное поле. Георазведочные работы на этом объекте проводит иностранная компания Амур Минералс, единственная в Хабаровском крае в области георазведочных работ. Вот этот объект, он рассматривается как довольно крупное, возможно, месторождение меди и золото. Естественно, приличные инвестиции туда потребуются. Введение горазведочных работ. Да, вы сейчас сказали, что только одна иностранная компания вкладывает инвестиции. Как, по вашему мнению, почему другие компании не так активны? Значит, ну, здесь несколько факторов. Во-первых, иностранные компании хотят осваивать уже готовые месторождения, которые подготовлены к промышленному освоению. Это показывает и последние встречи с корейскими делегациями, с японскими делегациями. То есть, георазведочные работы – это очень рисковая область вложения инвестиций. То есть, вы вложены в инвестиции и не всегда получите месторождение. Вот. И вот это один из факторов. В Хабаровском крае готовых месторождений, которые сейчас мы предложили бы иностранцам в разработку, их пока нет. Есть месторождения, которые требуют доразведки или перспективной площади, которые требуют вложения инвестиций в геологическое изучение. Это один из факторов, да. Второй фактор. Значит, вот все перспективные объекты, они расположены в труднодоступных районах Хабаровского края, где нет ни дорог, ни энергетических различных объектов. А вложение инвестиций в инфраструктуру, оно довольно приличное. Это практически затраты, соизмеримые со строительством комбинатов. Вот. Третий момент – это то, что сложная система у нас все-таки оформления разрешительной документации, особенно земельных участков, которые расположены в землях лесного фонда. Вот. И четвертое я бы назвал то, что выявив месторождения, вы можете получить объект федерального значения, так называемый, да, который имеет стратегическое значение для Российской Федерации, вот, по которым есть ограничения для иностранных инвесторов, где доля иностранного инвестора должна быть не более 10%. Вот. И нет гарантии, что вы, выявив месторождение на стадии геологического изучения, получите лицензию на его разработку. То есть вам может государство выдать компенсацию, а разрабатывать будет другое предприятие. Тем более, что по таким участкам решения принимает только правительство Российской Федерации. Николай Максимович, а сколько сегодня в целом месторождений на территории края? Значит, ну, есть в целом по всем полезно-скопаемым где-то около 600 месторождений. Из них больше там 200, это по золоту, и больше 200 общий распространен полезно-скопаемым. Остальные делятся там между цветными металлами различными, другими редкими и остальные. А какие виды ископаемых сегодня лидируют по налоговым поступлениям в бюджет края? Значит, ну, в прошлом году отрасль уплатила в бюджет края 4 миллиарда 386 миллионов рублей. Вот, довольно приличная цифра. Это 8% во всех налоговых поступлений в бюджет края. Вот, значит, 99% этого золота и платина. А если все-таки говорить о проблемах, вот вы озвучили одну из них, это недостаток иностранных инвесторов, но существует, может быть, еще и кадровая проблема? Проблема кадровая, она серьезная для отрасли, что касается и инженерно-технических работников, и рабочих кадров. То есть, большая нехватка геологов, маршридеров, обогатителей. Вот, что касается рабочих, это бульдозеристы, водители крупнотоннажных самосвалов, экскаваторщики. Вот, сложный здесь вопрос, потому что дальневосточный рынок, он практически исчерпан. Значит, частично эта проблема закрывается за счет привлечения иностранной рабочей силы. В прошлом году более 800 человек привлечено иностранцев, в этом году где-то чуть больше тысячи планируется. Преимущественно кто? Значит, преимущественно специалисты идут с Украины, Казахстан и Узбекистан. Ну, здесь разные. Если, допустим, инженерно-технические работники, вот, так сказать, они с разных, нельзя сказать, что какой-то регион, он преобладает. А проблема в чем? В том, что не хватает специалистов у нас тут на местах или мало платят? Естественно. Ну, я бы не сказал, что мало платят. В принципе, у нас отрасль довольно, так сказать, одна из самых высокооплачиваемых в среднем. Вот. Но на Дальнем Востоке специалистов, конечно, не хватает. Это раз. Во-вторых, такой категории бульдозеристов, допустим, которые требуются на горных полигонах, их, ну, практически никто готовых, нету их, понимаете? То в городе кто работает, он сразу не начнет там работать. Вот. То же самое касается, ну, вот, допустим, сейчас вот с проблемой у нас столкнулась Амурский металлургический комбинат, который вот ввели в Амурске, да? То есть там потребовались металлургиаппаратчики, другие специалисты. Ну, вот, сейчас недавно начал готовить такие специалисты в политехнический институт комсомольский, да? Да, вот, предприятия этим пользуются. Потом они заключили договор с Амурским политическим техникумом, готовят себе там лаборантов, сессарей, то есть вот, ну, находят формы. Солнечный комбинат, который у нас сейчас, Алавянная рудная компания, у них договор с солнечным политическим техником, он там тоже обогатители готовит. То есть разные формы. Ну, проблема сложная. Это, вы же знаете, что это проблема не только в нашей отрасли, да? Николай Максимович, и все-таки в заключении, если говорить о перспективах, коротко, то каковы они? Перспективы? Ну, так скажем, ситуация, она, с одной стороны, перспективы у нас имеются, да? Но, с другой стороны, мы видим, что у нас очень сложная ситуация по запасам на многовершинном руднике. Вот. Амур золота у нас тоже, так сказать, есть перспективы, но над ними надо работать над ними. И с учетом вот этих сложностей мы видим, где-то, допустим, уровень 2018 года, это 20 тонн золота мы должны добывать. С учетом ввода вот этих новых объектов, вот, ну, будет больше, ну, тем лучше. Николай Максимович, я поздравляю вас с предстоящим праздником, желаю вам большого успеха. Спасибо. Я тоже от своего имени хотел, я от имени правительства хотел поздравить всех геологов с праздником наступающим, пожелать новых открытий, успехов, счастья, здоровья, благополучия. Да, и оставаться такими же в душе романтиками. Да, романтиками, да, точно. Спасибо большое. Я напомню телезрителям, вы смотрели Вести интервью. Спасибо за внимание и до встречи. Спасибо. Спасибо.